Вот, Игорка, смотри, как качается, как взрослый уже мальчик. Я тоже качаюсь. Да, качается. У нас погода хорошая, погодка. Солнышко, небольшой морозец, и мы вышли погулять. Держись. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Давно мы с вами не общались, не виделись, так сказать. Давно я не была в кадре. Решила сегодня пообщаться с вами немножко. Не занимаюсь делами. Отвезла ребенка сейчас в детский сад. У меня высвободилось немножко времени. Хоть спокойно поснимать. Ну и позаниматься домашними делами. Тут вот у меня, смотрите, чечевица пророщенная. Проращиваю сама чечевицу. Вот. Гречу зеленую, ну и так далее. В салаты добавлять очень хорошо. Если ее промою, я обычно промываю хотя бы два раза в день, чтобы она не становилась такой, знаете, как склизкой, что ли. Сейчас зимой витамин не хватает. Мы каждый день там соки пьем и я коктейли зеленые делаю. Но все равно. Поэтому еще в салаты добавляю вот всякие пророщенные вещи. Там пшеницу, пророщенные проростки, чечевицу, зеленую гречу, овес, ну и так далее. Вот всякие такие вещи. Чечевица долго проращивается. Вот уже три дня. Ну вот только-только появились росточки. Ну можно еще подержать. Но она такая, довольно жесткая. Поэтому... А, нет, уже мягко встала. Можно будет... Она уже такая нормальная. Она похожа на зеленый горошек, вкусненькая. Так, что мне сегодня на завтрак поесть? Пока Егорка был дома, ну, в смысле утром. Вот. И мы... Я каждый день старалась варить ему овсянку. Мы ели с черникой. Мы почти всю чернику, которую собрали летом, всю подъели. У меня стал хоть ее есть. То вообще не ел каши. Сейчас более-менее. По утрам пью воду с лимоном. Это обязательное условие. Икорку стараюсь поить. Купила готовые сырники. Кстати, очень вкусные. Мне понравились. Хотя я сама делаю, но... Что-то сегодня лень. Побыстрее. Потому что я занимаюсь сейчас делами. Вчера постелила в этот коридор уже в ноле. Сделала пинтуса, но только часть. У меня не хватило. Надо мне там... У меня этих нету. Переходников, уголков и так далее. Сейчас надо будет доделать. Плюс... Вчера что сделала еще? А, экран поставила. Вот, экран поставила. И кушать, что ли, сварить? Я перестала почти пить кофе. И это очень хорошо. Я пью кофе, наверное, раз в две недели. Может, раз в месяц. Чашечку кофе. Сейчас вот... У меня тут черника осталась размороженная немножко. Сейчас сырники со сметанкой, с черникой. Я очень люблю. Вообще, чернику мы хорошо едим. Полезные для глаз и для всего. Витамины. Обед, слава богу, у меня есть. Ну, в принципе, игорка пообедает. Игорка пообедает в садике, в детском саду. А на обед я вчера делала капусту тушеную. Детям сделала эти котлеты куриные. Так что, в принципе, обед есть. Ставила экран. А экран у нас... У меня вайна приподнята. И получилось, что внизу осталась щель. Там никак. Там никак. Экран просто размеров определенных. Вот думаю, может быть... Ну, не знаю. Может, потом я по-другому все сделаю. У меня тут, правда, бардак. Я сейчас буду в гараж увозить вещи. Все лишние. Банки ненужные и так далее. Тут вот все, что у меня стирается, перестирывается. Сейчас включу свет. Вот видите. Такой светло-коричневый экран. Выбор тоже очень маленький. У нас, конечно, плохо, что выбора очень мало. По разным магазинам поездила. Но вот выбрать практически нечего. Не из чего. То есть, ну, совсем маленький выбор. Ну, взяла коричневый, такой светло-коричневый, как бы под этот в едином тоне. Посмотрим. Видите, вот там щель получается. Если и никак больше не сделать. Ну, то есть, потому что ванна приподнята. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, что это ерунда. А линолеум красивый получился. Я когда все уберу тут, вот, я вам покажу потом в целом, как прихожая получилась. Увезу эти все лишние вещи в гараж. Варю я все-таки, наверное, кофе кофеми. Что-то мне хочется. Иногда. Бескваримый кофе не пьем. Последнюю постоянно вот стала варить. Коблю такой. Дочку приучила к такому. То есть, в принципе, ей тоже нравится. Берем разный кофе. Не знаю. Вот какой-то... Я еще не пробовала. Женя почти его весь выпила. Голд. Мока. Не знаю. Попробую сейчас. Вкусный, невкусный. Сейчас все проверим. Погода у нас бесснежная. Стоит снега нет. Морозец небольшой. Вчера вообще такая погода хорошая была. Солнышко. Мы с Егором гуляли. Ходили у нас там елку. В центре города поставили. Вот. И он захотел посмотреть на нее. И мы пошли туда. Я ему показала елку. Ее, правда, не украшали. В субботу будет у нас открытие. Официальное зажигание елки. Пойдем. Посмотрим. Ярмарка будет в субботу. Я поснимаю ярмарку. Будут разные народные промыслы представлены. Вот. На площади. Перед предновогодней называется ярмарка. Очень интересно. Там обычно я люблю покупать домашние какие-то вкусняшки. Чтобы тыкву хочу купить. Тыкву очень люблю. В магазинах она дорогая. Может быть у бабушек будет не очень дорогая. Купить большую. Сразу ее нарезать, почистить и заморозить. Тыквенный суп или тыквенный сок делать. Очень-очень вкусно. Я люблю тыквенный сок. В этом году мало пью. В прошлом году я больше пила. В этом году. Видите, волосы у меня отросли сильно. Но не подстригаюсь. Решила все-таки попробовать отрастить. Не знаю, что получится из этого. Надолго ли меня хватит. Но пока не стригусь. Так что вот такие дела. Завтракать. Десять часов уже. Но я люблю на самом деле поздний завтрак. Чем позже я позавтракаю, тем лучше. Вообще, на самом деле, если ужинаешь поздно, но я обычно в 6 часов полседьмого где-то примерно мы в последний раз пьем чай. Но иногда игорка там просят. Попозже еще там я даю либо кефир, либо что-нибудь такой снежок. И все. И вот потом, чем позже завтракаешь, тем лучше. Смотрела лекции Шаталовой. Ну и Неумывакин. Вот очень много сейчас пересмотрела про Неумывакина. Про перекись водорода, про соду. Кто не смотрел, посмотрите. Удивительный человек. Просто удивительный человек. Прожил 90 лет. Конечно, тоже жалко так. Родная племянница его, ну не племянница, падчерица предала. Вот. В конце жизни человек ослеп из-за стресса. Сильно заболел из-за этого. Я просто не понимаю, вот как можно быть таким просто, ну просто. У меня просто в голове не укладывается. Кто не знает эту историю, поищите, что случилось с профессором Неумывакином. Он уже столько людей вылечил. Сам сколько. Ну просто потрясающе интересный человек. Вообще, конечно, такие люди уходят не просто так, да. Вот тот же Щетинин, которого добили, просто добили. Вы знаете, что, кто не знает, да, есть школа Щетинина в Текасе, в Краснодарском крае. Экспериментальная. Дети учатся просто за 2-3 года, проходят курс школы. Дети приезжают со всей страны. Там на постоянной основе она работает, то есть они там и живут, и танцы изучают народов мира. И у них там и всевозможные, ну, построили школу своими руками. Все корпуса построены детьми. То есть человек оттуда выходит, во-первых, и мастером на все руки, да, получая сразу несколько образований, не только учебное. Вообще, потрясающе, потрясающая школа. Закрыли перед сезоном, ну, перед первым сентября ее. Вот. Сделали все, чтобы это просто, чтобы эта школа не работала. Придирались каким-то таким вообще просто. Суд, главное. Потом эти представители сказали, что школа, ну, то есть сделано все нормально, все нормы соблюдены, санитарные и так далее. Закрыли якобы там по пожарной части, по санитарной, но сделали, в общем, все, чтобы закрыть школу. Я понимаю, почему сердце этого человека не выдержало. Просто его детище, его школу вот так. А сейчас, представляете, Васильева, вот эта министра образования, поставила руководить этой школой какого-то, я не знаю, сейчас дети просто стонут там. Люди пишут петиции по поводу того, что, вы кого нам поставили? Человек просто цербер, который просто всю систему, которая была организована Михаилом Борисовичем на протяжении многих лет, он сейчас просто ее уничтожит. Ну, опять же, это сделано все специально. Я просто поражаю, ну, не то, что поражаюсь, я понимаю, почему такая ведется политика. Это понятно давно уже, что они творят с нашей Россией, с нашими детьми. У меня просто нет, конечно, слов и возмущения. Сейчас очень много пересмотрела видеороликов Златы Носовой. Посмотрите. Просто для общего развития. Ведь живем не в России, а до сих пор в СССР. И никто ничего не знает. Очень многие просто живут и не понимают, и не знают этого. Я уже, конечно, эту информацию знаю давно, вот, но просто, ну, как бы, сейчас все больше и больше людей просыпается, как говорится, да, и надеюсь, что когда-нибудь все-таки мы выйдем из этого морока, из этого, из-под этого РФ Российской Федерации, так сказать. Кстати, вот, неувакин говорит, что во время еды лучше не пить. Ну, я тоже этого придерживаюсь, я стараюсь не пить. Но вот сегодня что-то кофе мне захотелось. Вот, решила это пить кофе. Сахар я не ем. Вот, у меня мед. Мне тут подруга дала меда немножко. У меня мой закончился, а они никто не едят. Ну, вот, и она мне дала баночку меда. А я люблю мед очень. Так что вот. Кто садится завтракать, тоже все приятного аппетита. Сейчас я... Пьем не молоко. Молоко теперь не пьем. Из молочных мы вот кушаем только сметану. И я иногда, ну, как бы кефир, либо снежок. Ну, то есть более натуральные такие продукты местного производства. Вот, делаем. Беру. Молоко не пьем. Молоко не пьем. Молоко не пьем. вот такое у меня блюдо получилось видите всем приятного аппетита позавтракала сейчас буду заниматься делами сейчас наверное я купила штанга для душа короче вот это мне сейчас приделать еще надо будет купить полки и умывальник внутрь ванны а и шкафчики я хочу маленький такой шкафчик низенький чтобы туда сложить складывать все смотрела цены просто сумасшедшие цены у нас на все шкафчик какой-то стоит вот ванну самый простейший шесть тысяч шесть пятьсот вообще просто ужас я уж думала может мне самой сделать из дерева какую-то полку но она будет открытая потому что с дверь с дверьми заниматься можно конечно я же сделала там вот и тут можно сделать подумать посчитать если это будет дешевле намного то там есть продаются мебельные щиты вот купить мебельные щиты и сделать такую полку самой и не заморачиваться покупкой потому что тот который я хочу он стоит шесть с половиной тысячам не такой высокий как пеналом до узеньким сверху открывается такая полка там две полки потом ящички два ящичка и внизу такая же полка в общем мне очень понравилось все что там было всего что там есть вот ну шесть с половиной это вообще что там очень много вот я еще думаю если поставить все-таки машинку к ванной там женщина тоже писала поставьте у нас она до этого так и стояла тут тогда побольше места и тогда мне этот шкафчик надо только до полотенца сушителя до полотенца сушителя вот тогда он будет маленький ну то есть низкий в принципе не торчу много держать не надо я просто думала если пенал я возьму да я там могу же и полотенца сложить да вот аккуратненько потом если квартира все-таки страну не если он будет сдаваться там и полотенчики будут лежать и все ну как бы в икее вот разные такие знаете полки из дерева делают да они такие удобные но у нас тут нет икеи поэтому приходится все самим ладно в общем подумаю может быть сама с чего-нибудь придумаю надо сначала подумать как мы все-таки поставим машинку умывальник тоже вчера смотрели нам по размерам надо не больше пятидесяти сантиметров то есть лучше даже 40 40 но 40 она совсем маленькая маленький совсем вот такому валенчик получается мне там пишут что редко я появляюсь да ну то есть рез реже стала снимать начата как-то вот эти дни времени просто не было и до того как ванна не была закончена чуть что снимать вот и горькош постоянно на мне вот сегодня он первый день пошел не знаю насколько долго проходит привела в садик а там не говорят мы вам валентина григорьевна звоним предупредить что у нас пришли дети больные в садик а он же у нас быстро подхватывает вот эти все болячки что значит больные но с соплями почему родители с соплями там с кашлем приводят детей в садик мы же не приводим ну вот грит у нас два-три человека такие организованные все остальные водят ну видно родителям надо работать или что там никого некуда деть ребенка поэтому они водят из соплями и больных детей туда конечно они все друг от друга заражаются сто раз вот мы кстати да хотел бы рассказать мы обследовали все что было можно все мы сдали все все анализы на кровь на то населок в общем у нас ничего мы не нашли ничего вчера врач говорит ну мы сделали все принципе как бы но не знаем отчего что это на что это у него такая реакция почему он сейчас получше конечно этот меньше кашляет все равно покашливает но меньше посмотрим может ему климат тут не подходит вот я об этом еще думаю может быть климат ему тут не подходит летом то было все хорошо пока он не ходил в садик не болел посмотрим ладно пошла заниматься делами видите тот линолеум который я покупала свое время я решила сюда постелить чтобы сейчас не тратится ну мы же хотели как планировали вот этот линолеум который там сюда постелить но стоимость сейчас одного метра получается почти две тысячи то есть а нам сюда надо где-то метр тридцать то есть получится где-то две с половиной тысячи решили не тратится потому что этот линолеум то тоже куда-то его уж надо применить раз может сюда его купили то принципе решили уже постелить но он отлично тут смотрится вообще красиво светлая прихожая получилось вот такая поставила плинтуса кто-то мне говорил сделайте между линолеум и полами там тоже поставьте плинтуса порожки вот я порожки тоже поставил тут светленькие такие вот вот так у меня смотрится все это дело сейчас отсюда покажу чтобы видно было все вот так светленько беленько всем понравилось знаю как вам опять скажите цвета не те вкус не тот мне нравится очень нравится вот такой светлый пример красивый красивый линолеум съездила купила стойку душевую буду крепить вечером но это уже будет в следующем видео теперь всем пока хорошее настроение подписывайтесь на канал ставьте лайки кто хочет всем добра пока Музыка Музыка Продолжение следует...